Коррупция Коррупция – одно из самых опасных явлений в Афгазском обществе. Коррупционные правонарушения негативно отражаются на социально-экономическом развитии страны. Узнаем, какое количество уголовных дел находится в производстве в Генеральной прокуратуре и возникают ли сложности в ходе их расследования. Чем выше уровень коррупции, тем ниже степень доверия к власти и госорганам, тем беднее общество, нестабильнее политическая и экономическая система страны, снижается инвестиционная привлекательность. Если говорить о каких-то негативных моментах, вот все, что в нашей стране нам не нравится, это все последствия коррупции. Наша медицина отсталая, что наши люди вынуждены куда-то ехать в другие страны лечиться. Наша неустроенность, низкие зарплаты, низкие пенсии, криминогенная обстановка – это все последствия, либо прямые последствия коррупции, либо косвенные. Если говорить о мировом опыте, самые развитые страны в мире, где человек защищен и социально защищен, и со стороны государства защищен, это страны с самым низким уровнем коррупции. То есть есть прямая связь между развитостью государства и благосостоянием граждан и уровнем коррупции. Чем выше коррупция, тем хуже живут люди. То есть если построить список 50 самых отсталых стран мира, это в основном африканские страны, это страны просто с колоссальным уровнем коррупции. И мы в этом смысле, к сожалению, мы не впереди человечества. Я думаю, мы в лучшем случае где-то в середине находимся. И даже наша электоральная система, когда мы выбираем, если многим не нравится качество наших выборных органов, это все в том числе последствия коррупции. Поэтому я считаю, это одна из самых важных сегодня наших проблем, которые мы неизбежно должны решить, иначе нас уже просто не будет. Адгур Лагвилава активный участник общественной кампании по продвижению антикоррупционных инициатив, в числе которых введение для чиновников уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также ратификация статьи 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции. Коррупция – абсолютное зло для любого государства, убежден Адгур Лагвилава. Мы много лет обсуждали наши общественные деятели, была общественная инициатива по ратификации 20-й статьи. Но это только одна 20-я статья, в которой заключается положение о незаконном обогащении. Если коротко говорить, если чиновник не смог объяснить происхождение своего богатства, то он автоматически уже считается преступником. Это обычная общепринятая норма, она во всех странах работает. У нас, к сожалению, этой нормы нет. Если говорить максимально открыто и честно, вы когда мне позвонили, я попытался, так сказать, официальные сообщения посмотреть наших органов, уполномоченных за много лет. Если изучить отчеты Генеральной прокуратуры, МВД, то есть органы, которые отвечают за борьбу с коррупцией, такой проблемы, как коррупции в Абхазии нет. В их отчетах практически, может быть, там какие-то пару слов сказано, но как основное направление работы, где есть какие-то результаты, об этом говорить не приходится, потому что работа в антикоррупционном направлении, она практически не ведется. Если говорить о громких резонансных делах, да, за последнее время, это история с Ачпа, который сейчас, который уже осужден, но это все выглядит так, как будто бы дежурный за коррупцию страняч, потому что он уже не только его и прибагавший, по-моему, за то же самое судили. То есть получается, у нас в Абхазии официально только один коррупционер, но это глупость. И сейчас вот история с Министерством культуры, да, мы пока не знаем, как это закончится, потому что пока решения суда нет, может, вообще будет он невиновен. Президенты, когда приходят в классы, практически все озвучивают, что это как основную, это одна из главных проблем, а, к сожалению, работа в этом направлении не ведется. И нынешний президент Джаня много ссылался на сингапурский опыт в этом направлении, на знаменитого Лик Лик Ван Ю, который там вплоть до своих друзей и родственников сажал. Но у нас ничего этого не происходит. Общество ждет эффективной борьбы с коррупцией. Между тем, как отмечают правоохранители, такие преступления происходят за закрытыми дверями и признаются, что работа по выявлению коррупционеров пока не соответствует масштабам проблемы. Тем не менее, борьба ведется. По данным Генпрокуратуры Абхазии, за последние три года число уголовных дел коррупционной направленности выросло. Самые громкие в сфере медицины, культуры и строительства. С 2019 года Следственным отделом службы государственной безопасности возбуждено два уголовных дела. Следственным управлением Министерства внутренних дел Республики Абхазия возбуждено одно уголовное дело, которое вызвало значительный общественный резонанс в отношении руководителя и сотрудников Национального онкологического центра. За указанный период органами прокуратуры возбуждено 11 уголовных дел, 7 из которых возбуждено и расследовано следственной частью Следственного управления Генеральной прокуратуры. По факту хищения бюджетных средств прокуратурой города Сухум расследовалось уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера управления образования администрации города Сухумчане. Было совершено хищение путем начисления заработной платы на фиктивных либо подставных лиц. Общая сумма хищения составила более полутора миллионов рублей. Расследование уголовного дела было завершено и направлено в Сухумский городской суд. В июне 2022 года вынесен обвинительный приговор. Чане признано виновным по всем статьям обвинений и назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Стороной защиты данный приговор обжалован в касационном порядке, в связи с чем он еще не вступил в законную силу. В апреле текущего года следственная часть и следственное управление Генеральной прокуратуры возбуждена, вызвавшая общественный резонанс, уголовное дело коррупционной направленности в отношении экс-министра культуры Республики Абхазия по двум эпизодам хищения имущества Министерства культуры Республики Абхазия путем предстояния и растрата в особо крупном размере и в отношении Джинал-Надира, совершившего пособничество в совершении указанных преступлений. Хищения бюджетных следств были совершены при государственной закупке звукового светового оборудования для нужд Министерства культуры Республики Абхазия. Условием для совершения данных преступлений явилось отсутствие надлежащего контроля при санкционировании расходов указанного Министерства. Установленная на данном этапе расследования сумма хищения бюджетных средств составила 14 миллионов 300 тысяч рублей. Прокуратурой города Сухум расследовалось уголовное дело. Агрба и Джинал, орган расследования, обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении указанных лиц меры пресечения в виде заключения под стражей. Суд удовлетворил ходатайство в части бывшего министра культуры и отказал в избрании данной меры пресечения в отношении Джинал. И по инициативе суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия, которые возможно было провести на территории Республики Абхазия, в большей части они уже произведены. Направлено в компетентные органы Российской Федерации два запроса об оказании правовой помощи. В рамках одного запроса поручено производство товароведческой экспертизы. После получения результатов по направленным запросам уголовное дело будет направлено в суд. В Очимчижском районном суде находится дело о хищении свыше 9 миллионов рублей, выделенных по линии инвест-программы за 2015-2017 годы на капитальный ремонт водопровода в селе Члоу. На первоначальном этапе расследования была утрачена важная для следствия бухгалтерская документация. Поэтому следователям генпрокуратуры пришлось долго и кропотливо собирать доказательства, говорит Тамила Бигвава. По результатам предварительного следствия установленная сумма хищения средств составила свыше 9 миллионов рублей. Из данной суммы часть денежных средств, это свыше 4 миллионов, были похищены путем перечисления на расчетные счета фиктивных индивидуальных предпринимателей. Из свыше 5 миллионов рублей было похищено водопроводными трубами. Органами расследования проводилась большая кропотливая работа по данному делу, но в результате расследования установили, что именно на эту денежную сумму свыше 9 миллионов рублей работы по данному объекту не были выполнены. И хотелось бы отметить, последствием совершения данного преступления явилось то, что в последующем были выполнены работы по разводящим сетям, однако на сегодняшний день население села Члоо, что касается водоснабжения, проблемы у них остаются. В связи с тем, что работы, которые должны были выполнены, быть по данному договору, договор сам был заключен на сумму свыше 25 миллионов рублей, они не были выполнены соответствующим образом, а без магистрали, соответственно, вода не может поступать и в разводящей сети тоже. Следствие смогло определить преступную схему, по которой чаще всего происходит воровство средств во время проведения строительных работ. Вначале в Министерстве юстиции на основании подложенных документов регистрируются либо подставные, либо фиктивные юридические лица в качестве учредителей юридических лиц, либо индивидуальные предприниматели. Далее их ставят на учет в налоговых органах и с использованием данных документов они открывают расчетные счета в кредитных организациях. Далее через данные расчетные счета выводятся с целью хищения денежные средства и обналичиваются по чеку. И сумма бывает свыше 600 тысяч рублей. Контроль за обналичиванием денежных средств по данным счетам и вообще расходование денежных средств должна осуществлять служба внутреннего контроля банка. И, конечно же, если все органы, перечисленные мной, будут работать и осуществлять свою деятельность соответствующим образом, то я думаю, что это будет служить возможностью пресечения своевременной данных преступлений. Судебные решения вынесены по нескольким резонансным уголовным делам. В этом списке экс-руководитель УКС, трое медиков, должностные лица МВД и других министерств и ведомств. В этом же списке дело Абхаза-Автодора о хищении средств из президентского фонда в 2017 году. По направленным в судебные органы уголовным делам вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, которое расследовалось следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Это в отношении генерального директора госкомпании Абхаза-Автодор Бориса Ачба. Он был признан виновным в совершении хищения денежных средств в размере 20 миллионов рублей, которые были выделены из резервного фонда президента Республики Абхазия. С Сухомским городским судом Ачба назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. К Даудским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении сотрудников ДПС к Даудскому РОВД, это Саида Гарцки и Состройковичейде, которые признаны виновным в получении взятки и превышении должностными полномочиями. Вообще взяточничество является одним из сложных выявлений коррупционных преступлений. Указанные сотрудники ДПС были задержаны в ходе проведенного оперативным подразделением Службы государственной безопасности Республики Абхазия мероприятия оперативного эксперимента. В отношении данных лиц судом назначено наказание в виде штрафа. Этим же судом к Даудским районным был вынесен оправдательный приговор в отношении заместителя начальника паспортного управления Министерства внутренних дел Республики Абхазия, начальника паспортной группы по городу Новый Афон и в отношении пособника и подстрекателя данного преступления указанные должностные лица обвинялись в превышении должностных полномочий и незаконной выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия, гражданину Мыльцеву. Он являлся гражданином Республики Украина. На установочные данные Сарипанити вынесенный оправдательный приговор касационной коллегии Верховного суда был признан незаконным и необоснованным, был отменен и уголовное дело направлено в тот же суд для рассмотрения новым составом суда. 40 томов составлено по уголовному делу, заведенному на гендиректора госкомпании Абхаз ТОП Беслана Альзба. Длительность расследования связана с большим объемом проводимых следственных действий, охватывающих 4 года деятельности компании. В настоящее время в производстве Сухумского городского суда находится уголовное дело по обвинению генерального директора государственной компании Абхаз ТОП Авиц Бобеслана Ивановича в совершении 8 эпизодов хищения имущества компании путем присвоения растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения и одного эпизода хищения путем мошенничества. Проведенным расследованием установлена общая сумма причиненного унитарному предприятию ущерба в результате преступных действий экс-гендиректора в размере свыше 146 миллионов рублей. Неотвратимость наказания нужна вообще, так скажем, не только в борьбе с коррупцией, а вообще в любом, так скажем, в любых-любых видах преступлений. У нас зачастую люди там по 30 лет занимают какие-то разные должности, воруют все это время и ни разу не были наказаны. Они у нас уважаемые люди, их все любят, у них есть деньги, но при этом человек принес своему государству, своему народу просто колоссальный, колоссальный вред. И мы вот в этом, так скажем, у нас живем в зазеркалье, у нас немного смещены, так скажем, у нас черное не черное, белое не белое. И потом удивляться, что мы плохо живем и у нас многие проблемы не решены, я считаю глупо, потому что проблема очевидна, и ее надо решать. Так называемое дело врачей онкологического центра находится пока в производстве Следственного управления МВД. По нему выявлены дополнительные эпизоды, которые требуют более тщательной проверки. А вот уголовное дело, которое заведено на руководителей республиканской больницы, уже передано в суд. На рассмотрении Сухомского городского суда находится уголовное дело по обвинению бывшего главного врача республиканской больницы, его заместителя, а также сотрудника данной больницы. Значит, указанные должностные лица обвинялись в превышении должностных полномочий, связанного с организацией оказания платных лабораторных услуг, в результате чего больнице был причинен ущерб свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, указанные лица также обвинялись в совершении хищения путем присвоения имущества больницы, и в результате чего причиненный ущерб составил свыше 800 тысяч рублей. Коррупционеры должны понимать, что за свои действия они будут нести не только уголовную, но и имущественную ответственность. Однако, как выяснилось, в вопросе компенсации государству похищенных средств не все так просто. Соответствующие меры предусмотрены законодательством. Если предусмотрена сумма ущерба и заявлен иск по уголовному делу, то органы расследования обязаны принять меры по установлению имущества фигурантов уголовного дела, в том числе добытого преступным путем, на которое может быть наложен арест. Далее уже при вынесении приговора суд может обрадить данное имущество для удовлетворения исковых требований. А это применялось уже, не было такого? По уголовным делам коррупционной направленности нет. Данная мера применялась только в качестве конфискации имущества, но это по делам, по незаконному обороту наркотических средств. А почему? В основном так складываются обстоятельства, что практически, если даже есть имущество, то это либо единственная квартира, либо единственный дом, на который нельзя наложить арест. Расследование преступления коррупционной направленности одно из приоритетных направлений в работе органов прокуратуры Абхазии и требует очень серьезной, вдумчивой, кропотливой, в том числе и аналитической работы. Длительность расследования данных преступлений связана с отсутствием на территории Республики Абхазия возможности производства ряда экспертиз, в частности, строительно-технической, бухгалтерской экспертизы. Сами даже указанные экспертизы, они производятся длительное время, а учитывая, что мы поручаем их производство компетентным органам Российской Федерации, также затрачивается время на направление процессуальных документов и объектов исследования. Успешная борьба с преступлениями коррупционной направленности возможна лишь при комплексном подходе правоохранительных, следственных, судебных и иных органов государства. Также необходимо усилить надзор за расходованием бюджета и исполнением должностных полномочий распорядителями бюджетных средств, пресекая любые попытки незаконного обогащения. Коррупция – это же не только кто-то кому-то дал взятку. Назначить родственника на должность – это тоже коррупция. То есть любая форма, так скажем, использования власти в своих интересах – это и есть коррупция. То есть у нас каждое и решение, любой закон должен проходить антикоррупционную экспертизу, любой указ должен проходить антикоррупционную экспертизу. То есть это нормальная практика во многих странах мира, потому что проще на начальном этапе как-то бороться с преступлением, которое даже может быть не совершено, чем потом выявлять, кого-то искать, если можно прямо сразу, условно говоря, при первом же действии все это пресечь. То есть профилактика лучше, чем человека наказывать, лучше это все делать так, как во многих странах это делается, люди нормально живут, люди власти. Это же вопрос доверия к власти. Никто не будет доверять власти, которая за деньги решает любой вопрос. То есть и власти должны быть в этом заинтересованы. Оказывают ли на вас давление в ходе расследования? Бывают такие случаи? Таких указаний не поступает в наш адрес. Поступает только указание объективно, насколько возможно быстро, качественно расследовать уголовные дела. У нас есть опытные следователи, которые могут провести адекватную работу по выявлению коррупционного преступления. Самое главное – это политическая воля руководства страны. Вот это самое главное. Во всех странах, где коррупции удалось победить, либо снизить ее уровень, везде была жесткая воля руководства страны по борьбе с этим, так скажем, общественным недугом. Вот тот же самый пример Сингапура. Это была личная воля Ли Куань Ю так жестко бороться с коррупцией. У них сегодня самый низкий уровень коррупции в мире. Потому что была бы воля, так скажем, а исполнители не найдутся под это всегда. Есть два инструмента для борьбы с коррупцией. Это признание незаконное обогащение уголовным преступлением и введение обязательно деклараций для государственных решений. Вот эти два ключевых решения, которые при наличии воли помогут решить проблему с коррупцией или хотя бы просто минимизировать ее, ее влияние на общество и государство. Все уже придумано до нас умными людьми. Есть конвенция ООН по борьбе с коррупцией. Там многие вещи, уже все готово. То есть не надо, так скажем, с нуля проводить работу ни юристам, ни государственным органам, ни парламенту уже практически все придумано, написано. Если совсем не хочется работать, то есть готовые законы. В Эстонии хороший закон, в Украине хороший закон. Даже в России очень много примеров положительных. Многие страны сумели добиться того, что коррупция перестала быть национальной проблемой. Нужны принципиальные шаги и волевые решения, чтобы и Абхазия заняла достойное место в этом ряду. Редактор субтитров А.Семкин